Здравствуйте, в эфире новости. В студии Артемия в Нью-Йорке Лиза Каймина. Вначале коротко о главном. Во всем сознался невиновен. В Бостоне начался процесс по делу Джохара Царнаева. Позор для России. Так назвал гибель Бориса Немцова в центре Москвы президент Путин. Гадание на кофейной гуще. Верховный суд США решает судьбу Обама Кер. Каким будет вердикт, можно судить по вопросам, которые задают судьи. И пришел, увидел, победил. Политологи спорят о целях и итогах визита Бенимина Нетаньягу в Вашингтон. Новость часа. В Сеуле совершено нападение на американского посла в Южной Корее. Мужчина вооруженной бритвой напал на главу американской депмиссии Марка Липперта. Дипломат получил серьезные ранения. На фотографиях, которые опубликовали южнокорейские информагентства, видно, что у посла буквально изрезано лицо. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. Также неясно, связано ли произошедшее с новым всплеском напряженности на корейском полуострове. Напомню, что после начала совместных американо-южнокорейских военных учений, лидер Северной Кореи Ким Чен Ин приказал своей армии начать готовиться к войне с Америкой. Посол США в Сеуле госпитализирован. Врачи утверждают, что его жизнь вне опасности. В США начался суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в организации взрывов на финише бостонского марафона в апреле 2013 года. Жертвами взрывов стали три человека, еще 264 получили ранения различной степени тяжести. В первый же день слушаний Царнаев признал себя виновным в организации осуществления терактов, но при этом заявил, что попал под влияние своего старшего брата Тамерлана. За первым днем слушаний следил мой коллега Евгений Маслов. Процесс в Бостоне начался сенсацией. Защита Джохара Царнаева практически сразу заявила о том, что он признает свою вину. Позиция адвоката строится на том, что Джохар Царнаев сам стал жертвой обстоятельств и попал под влияние старшего брата Тамерлана. Защита планирует убедить присяжных в том, что у старшего брата был авторитарный характер, и Джохар не только находился под его влиянием, но и под давлением, соглашаясь устроить теракт. Царнаеву по итогам суда грозит либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. И эта тактика защиты, похоже, его единственный шанс. Процедура отбора присяжных, продолжавшаяся более двух месяцев, с января, закончилась лишь накануне. На тщательном отборе настаивал адвокат, пытаясь выбрать наиболее беспристрастных кандидатов. Но это было сложно сделать. Джохара и его брата Тамерлана, застрельного полиции, обвиняют в организации теракта на бостонском марафоне 15 апреля 2013 года. В результате взрыва самодельной бомбы тогда погибли три человека и были ранены более 260. Прокуратура настаивает на том, что, несмотря на юный возраст Джохара, он сделал свободный выбор в пользу насилия абсолютно осознанно, о чем и написал на борту лодки, в которой прятался раненый от полиции. В этой надписи, в частности, говорилось о том, что жертвы бостонского теракта – такие же потери, как и мусульмане, погибшие в развязанных США войнах. Прокуратура даже намерена предоставить присяжным в виде доказательства кусок лодки, на котором была сделана эта надпись. Многие отметили сегодня, что на процессе не присутствовали родственники Царнаева. А перед зданием суда, где обычно выстраивались активисты-правозащитники, выступавшие против казни Джохара, сегодня было довольно пусто. Главным образом – представители прессы. Несмотря на обилие улик, эксперты не исключают, что процесс будет долгим и сложным и затянется, по крайней мере, на полгода. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Бостон, Нью-Йорк. Другому подозреваемому в терроризме сегодня был вынесен вердикт в Нью-Йорке. Федеральный суд присяжных Бруклина признал пакистанца обиды Насира виновным в заговоре с целью организации терактов в метро крупнейшего мегаполиса США, а также в Великобритании и Дании. По данным прокуратуры, 28-летний мужчина связан с группировкой Аль-Каиды. Он был советником и приближенным Осама Бен Ладена. Насира обвиняли в попытке взорвать торговый центр в Манчестере в 2009 году, однако британский суд посчитал, что у прокуратуры недостаточно улик. В отличие от них, присяжные в Нью-Йорке сочли, что с доказательств вины достаточно. Насиру грозит пожизненное заключение. Дата оклашения приговора пока не объявлена. Адвокат Насира уже заявил, что будет подавать апелляцию. Убийством с политической подоплекой назвал президент России гибель в центре Москвы известного оппозиционера Бориса Немцова. Заявление Путина прозвучало на заседании коллегии МВД, в ходе которой российский лидер призвал правоохранителей, цитата, «избавить страну от позора и таких трагедий и ускорить расследование подобных дел». Никакого прорыва в раскрытии убийства Немцова полиция пока не добилась. Задержать убийц по горячим следам не удалось. При этом глава ФСБ Александр Бортников на вопрос, есть ли подозреваемые в убийстве Немцова, ответил, что они есть всегда. Московский корреспондент Артемия Николай Старабахин продолжит. Позор и трагедия. Именно так Владимир Путин сегодня охарактеризовал события прошлой пятницы, когда в центре Москвы был расстрелян Борис Немцов. Сразу после убийства президент назвал преступление провокацией. И затем от главы государства не было никаких комментариев по этому делу. И вот сегодня Путин выступил уже в другой тональности. На ежегодной коллегии МВД президент, призвав усилить работу по всем направлениям, особо подчеркнул наиболее важное. Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплёкой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы. Тем временем расследование убийства продолжается. И о его ходе поступают лишь отрывочные данные. Главную свидетельницу, Анну Дурицкую, отпустили на Украину. И правоохранители переключились на технические действия. Сегодня водолазы искали оружие в Москве-реке. Считают, что киллеры избавились от пистолета. Но вроде не нашли. Проходят различные экспертизы, проверяются звонки с мобильных телефонов. По делу в рамках отработки всех версий убийства активно ведутся следственные действия. Допрашиваются свидетели. Уже осмотрено видео с камер наружного наблюдения. Изъяты осмотренные вещественные доказательства. Минувшим днём журналисты одного из каналов сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уже составили портреты предполагаемых преступников. Они якобы попали в камеры видеорегистраторов, проезжающих навстречу машин. И таким образом следствие выяснило, кто находился в автомобиле, на котором предположительно скрылись убийцы. Однако эта информация официально пока не подтверждена. Впрочем, глава ФСБ Александр Бортников, комментируя ход дела, заявил, что у следствия уже есть подозреваемые. Но очевидно, что правоохранители, говорят пока, гораздо меньше, чем могут. Николай Страбахин, Владимир Липатов, РТВИ, Москва. Убийство Немцова сегодня также обсуждалось на слушаниях в американском конгрессе. На них выступили бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также является советником президента Украины Петра Порошенко, и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Оба призвали американских законодателей как можно скорее начать вооружать украинскую армию. Российский план ясен. Они захватят больше украинских территорий и свергнут правительство в Киеве, если их вовремя не остановить. Только незамедлительные действия и помощь американских властей в тренировке и снаряжении украинцев могут остановить стратегию Путина. Она направлена на разрушение трансатлантической геополитической архитектуры и миропорядка, установившегося после окончания Холодной войны. Критик Кремля Борис Немцов был убит, потому что его можно было убить. Путин и его окружение считают, что после 15 лет нахождения у власти нет ничего, что им не дозволено. Санкции важны, но еще 6 месяцев назад стало ясно, что этого недостаточно для того, чтобы остановить Путина. «Прекратите относиться к Путину, как к любому другому лидеру, с которым можно вести честные переговоры. Нельзя вести переговоры с раковой опухолью. Подобно раку, Путин и его окружение должны быть изолированы и удалены». Помощник госсекретаря США Виктория Нулан сегодня заявила, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по вопросу о поставках летального оружия Киеву. Она также сообщила, что Вашингтон не исключает расширение списка Магницкого в связи с убийством Бориса Немцова. «Мы изучим наш список в конце года и посмотрим, что мы узнаем к тому моменту о тех, кто совершил убийство Немцова. Мы ясно дали понять Российской Федерации, что международное сообщество ожидает результатов расследования, которое установит не только стрелявшего, но и заказчика». Виктория Нулан также сказала, что США и ЕС обсуждают возможное углубление секторальных санкций против России, если перемирие с Украиной будет нарушено. По ее словам, информация о массированных артобстрелах, боевых действиях вблизи Донецка и на пути в Мариуполь не может не вызывать беспокойства. С европейской стороны готовность усилить санкции в случае обострения конфликта сегодня выразила федеральный канцлер Германии. «Пока что мы имеем хрупкое перемирие, которое должно быть стабилизировано. Но очевидно, что в случае серьезного нарушения минских соглашений, Европейский Совет и Еврокомиссия смогут подготовить и ввести дальнейшие санкции». Четверг, 5 марта, на Украине объявлен днем траура по погибшим в результате взрыва на Донецкой угольной шахте. Согласно президентскому указу, в полдень вся страна почтит их память минутой молчания. В шахте погибли по меньшей мере 17 горняков, 15 пострадали, еще более десятка числятся пропавшими без вести. Всего утром среды в забое находились 230 рабочих. Лидеры сепаратистов, которые контролируют Донецкую территорию этой шахты в частности, заявили, что артобстрелы не имеют никакого отношения к трагедии. Министр энергетики Украины сегодня же сообщил, что сепаратисты так называемой ДНР от помощи Киева в спасательной операции отказались. Бывший министр финансов Украины сегодня был арестован в Испании. Юрия Колобова задержали по запросу украинского правительства. Он покинул Киев вслед за бывшим президентом Виктором Януковичем в феврале прошлого года. На родине Колобова обвиняют в хищении государственного имущества. Также в этом деле фигурирует Янукович и его бывший премьер-министр Николай Азаров, которые скрываются в России. Вы смотрите новости на канале Артвия и далее в эфире. Верховный суд США решает судьбу обамовской реформе медицины и 9 миллионов американцев. А также Владимир Козловский комментирует визит беременной Нетаньягу в Вашингтон. Все это через пару минут на канале Артвия. Оставайтесь с нами.